В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Решил порадовать приятелей, отбывающих наказание в колонии, и отправил им посылку с Гашишем, 27-летний житель Кирова. Молодой человек спрятал наркотик в аудиоколонку, только вот она так и не дошла до адресата. Все подробности в рубрике «Сводка». 27-летний молодой человек собирался скрасить будни друзей, отбывающих наказание в колонии Кировской области. Пытался передать приятелям посылку с сюрпризом, но не вышло. Молодого человека задержали полицейские. В аудиоколонке был спрятан сверток с Гашишем весом около 50 граммов, что является крупным размером. Тебе вообще не говорили, то есть для кого это предназначалось? Говорили. Для кого? Это отправлялось в тюрьму. А зачем? Для дальнейшего использования. Наркотики предназначались для отправки в одну из колоний Кировской области. Они были спрятаны в бытовой прибор, использование которого не запрещено отбывающим наказание в местах лишения свободы. По факту незаконной перевозки наркотиков возбуждено уголовное дело. Ранее задержанный уже был судим за побои. Теперь же ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также полицейские устанавливают других причастных к криминальной схеме поставки наркотиков в колонию. Мотоциклиста из Верхнекамского района подозревают в нанесении побоев инспектору ДПС. 24 марта 22-летний местный житель ехал на мотоцикле по поселку Созимский без шлема. За это нарушение его остановил сотрудник ДПС. Однако в ходе разговора мотоциклист набросился на инспектора с кулаками и побил его. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего владелец мотоцикла нанес несколько ударов по телу сотруднику ДПС, после чего попытался скрыться. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело. Расследование продолжается. В Кирсе осуждена бывший шеф-повар средней школы за нарушение санитарных правил при организации питания. 61-летняя Светлана Глушкова пренебрегла правилами личной гигиены. В итоге в школьной столовой произошло массовое отравление. Эти нарушения повлекли массовое заболевание норовирусной инфекцией более 20 воспитанников и преподавателей школы. По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело. Суд признал пенсионерку виновной. Светлана Глушкова должна будет заплатить штраф в 10 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу. Кировские полицейские разыскивают подозреваемого в краже женской сумочки. 18 марта в полицию обратилась кировчанка и сообщила, что ушла на обед, оставив свой офис на улице Карла Маркса незапертым на ключ. На рабочем месте женщины не было около часа. Когда она вернулась, то увидела, что пропала ее сумочка с документами и кошельком, в котором было 60 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Если вы узнали подозреваемого, позвоните в полицию по телефону на экране. Алина Котрихова, Место происшествия. Продолжение следует...